добрый день с вами программа качество жизни и я моя на элементе что-то сегодня такая грустная а сейчас ты слишком веселая а теперь ты просто зла и гневливая сплошные эмоции невозможно с тобой общаться что такое эмоции и как ими управлять сегодня в нашей программе настоящая инструкция смотрите прямо сейчас в нашей студии гость программы елена дьячкова доцент кафедры общей клинической психологии тгуми державина здравствуйте елена здравствуйте мая спасибо что принесли такую прекрасную куклу которая нам будет показывать сегодня разные эмоции и с помощью этого мы научимся их и определять и как с ними справляться у нас было очень много психологов нашей студии очень много было разных рекомендаций но вот приходит обратный отзыв от телезрителей что не всем все таки удается справляться особенно с эмоциями негативными да где-то допускается ошибка поэтому решили повторить еще раз эту тему эмоции рассмотреть ее более подробно более емко и понять что это такое и почему же так сложно ими управлять елена с чего начнем наверное с определения понятия эмоций давайте тогда что такое эмоции а и какие базовые эмоции бывают и так эмоции это собственно так как такие психические процессы которые базируются на оценке окружающего мира других людей своего состояния и так далее они выполняют три основных функции в первую очередь это и есть оценка хорошо это для меня или плохо это для меня вторая функция это коммуникативная функция ведь с помощью эмоций мы общаемся перемигиваемся улыбаемся и можем очень многое сказать и третье эмоции регулируют наше поведение ведь если мы например чего-то боимся мы избегаем этого до или например если что-то нам отвратительно то мы тоже понимаем что это не здорово и хотим держаться от этого подальше а если мы чувствуем от чего-то радость симпатию нам хочется быть к этому ближе далее проявляем интерес и нам снова хочется быть в этом в чем-то эмоции вот делят их на положительные и отрицательные но на самом деле они все наши друзья нельзя сказать что какая-то эмоция является нам врагом все это наше все это нам надо положительные эмоции потому что мы движемся к тому что нам нравится отрицательные либо мы замечаем какое-то какие-то проблемы в отношении например если это злость или гнев туда тут что-то не то в отношении нужно с этим что-то делать либо мы стараемся уйти от чего-то нездорового до либо переживаем да за что-то базовые да вот можно все эти вот вопрос сейчас попутно задам вы сказали что нет плохих прям и хороших эмоций все они наши да но тем не менее мы знаем да что все-таки какие-то эмоции злобы гнева они приводят даже потом к психосоматическим состояниям и заболеваниям если человек часто их испытывает то есть все-таки эти эмоции они разрушительны для человека то смотрите первый момент здесь что эмоции они могут быть слабыми средне выраженными сильными это такое один из моментов второй момент почему человек именно долгое время живет в этих отрицательных эмоциях значит его что-то очень долгое время либо его потребность какая-то не удовлетворяется и он злится либо его не слышат они видят очень долгое время либо он эти эмоции не выражает эмоции нужно что если что-то произошло наша оценка какая-то состояние эмоция зашла в наше тело прошла и мы должны как-то выразить проявить чтобы она не застревала в организме мы ее не выражаем то она остается в теле никуда не уйдет да она где-то будет находиться здесь а если мы еще не понимаем что это за эмоция что он сейчас со мной было да там это просто волнение или это уже тревога или я чего-то сильно боюсь да и так далее то есть там вот в зависимости от эмоций то есть это тоже нужно понимать осознавать а что это ему а почему это произошло что перед этим было какой такой эпизод так а что было во время как я себя вела во время проявления этой эмоции что у меня было на лице что у меня было в руках да где это было в моем теле кипела ли у меня здесь что-то мой вулкан злости или нет да что было потом то есть когда мы это уже даже анализируем осознаем мы уже лучше понимаем себя и эмоции уже так вот не задержится скажем так ну тогда вернемся к базовым эмоциям и давайте их перечислим да очень много существует подходов мне импонирует что первый момент что все мы рождаемся все равно с двумя основными эмоциями удовольствие и неудовольствие когда самый маленький ребенок а уже потом из этих двух как из зачатков как из зародышей выходят другие эмоциональные состояния например 4 эмоции это страх злость радость грусть такой вот есть подход сейчас развивается подход 8 базовых эмоций туда еще добавляется отвращение удивление ожидания вина стыд разные но подходов и вправду очень много вот это базовые эмоции из которых потом может быть что такое комбинируется эмоции либо наслаиваются вторичные эмоции человек живет в разных эмоциональных состояниях ну давайте перейдем к практике практик самому важному и к самому основному скажите пожалуйста вот я смотрю вы очень много принесли реквизиты разного да мы возьмем может быть какую-то ситуацию ну поиграем да да я буду ситуацию наверное это очень важно да то есть смотрите тоже есть такой по отношению к работе с эмоциям есть два подхода первый подход он более глубокий психотерапевтический подход и я считаю что конечно для программы он не очень подходит это не тот формат и 2 исследовательский игровой экспериментальный вот мы в этом формате сейчас с вами будем работать ну берем нашу подопечную малышку задаем тогда ситуацию да ну давайте ну например наша малышка очень много капризничает и злится так а вот ну мы не будем создавать ситуацию причину это искать или будем к что нам нужно сделать причина все-таки мы ищем с каждым человеком индивидуально но есть общий такой подход когда человек злится да даже если глубоко не идти как я говорю да первое что надо сделать это обозначить что происходит то есть осознать что да вот сейчас я раздражаюсь а вот теперь я уже злюсь да и почему я злюсь я обозначаю какая потребность не моя не выполнена и начинаю угрожать что будет потом если вот я сейчас повторю несколько раз что если так будет продолжаться да то есть сам мы выражаем таким образом мы выражаем злости на лице эмоционально мы это проговариваем вслух да и далее переходим к каким-то действием если мы долго не можем это сделать то тогда то есть как бы чувствуем что вот очень долго это все не происходит как-то или наша потребность не удовлетворяется и мы живем в такой ситуации которая вот нас заставляет злиться тогда нам на помощь приходят очень простые методы либо мы где-то один на один кричим чтобы выплескивать этот гнев приходим в лес топчем ногами кулаками машем и прям кричим либо бы если мы дома мы берем какое-нибудь плотное полотенце начинаем в его выжимать то есть вообще любая физическая активность как вот эмоции злости хорошо выходит гнев через активность либо берем какие-нибудь уже ненужные тарелки и можем их вот прекрасно эмоционально колотить наедине самим собой бьем тарелки ну конечно мы же не бани травмировать ближества близ ближних да мы не хотим травмировать чувства в ближних поэтому да это вот идет наедине ходим на голову к и тихонечко бьем тарелки ну и получается что через это действие мы должны выпустить эту злость а вот на трое она выходит да и мы чувствуем облегчение такой главный критерий если нам стало поспокойнее значит да раз ну и здесь вот фишка в чем чтобы это злоба не перешла во вред ближним окружению не брать себе не во вред себе чтобы не пошло в психосоматику и не во вред в отношениях с нашим то есть важно это проговорить состояние да например вот наша малышка там не знаю маша будут говорить что я злюсь на то то потому что в моей жизни вот то то не складывается да ну да и проговаривает это бьет посуду либо маша в лес и громко-громко там кричи про эту ситуацию которую ты никак не можешь спокойно принять это вышло дальше в теле ничего у нее не задержалась окружающие тоже в безопасности в зоне да как дальше эта ситуация ситуация не решила договариваться договариваться с собой маша должна договориться теперь да почему с окружающими если рожать да ну то есть если это в отношениях что-то почему человек злится да я хочу чтобы было вот так а другой человек это я хочу чтобы было вот так мы говорим я вот связи с этим что вот не происходит так как я хочу я чувствую вот это и вот это я вот прям злюсь нет почему-то вот раздражает вот эта ситуация другой человек говорит а меня раздражает вот то что не по моему идет мы начинаем с ним договариваться с этим человеком как нам сделать так прийти к такому консенсусу чтобы я себя чувствовал хорошо и этот человек хорошо то есть мы начинаем менять как свое поведение мы взаимодействуем друг другу если люди испытывают друг другу симпатию и хотят договориться они найдут этот общий язык скажите пожалуйста а вот я смотрю вы принесли металлические карты до которые сейчас тоже очень популярны как можем на примере марии маши наши куклы расскажите как это работает я принесла здесь очень разные карты первое например это не совсем металлические карты это такая как игра эмоциональным для развития эмоционального интеллекта что такое эмоциональный интеллект это когда человек определяет свои эмоции определяет эмоции других людей то есть считывает их и может управлять своими эмоциями и может влиять на эмоции других людей вот это называется все вместе эмоциональный интеллект и вот есть так такая игра эмоционариум она и для детей для взрослых подходит когда мы начинаем изучать эмоции либо можем их показывать этим как интересно давайте посмотрим на влюбленность ромашка бант а вот эти значения что наша игра такая то есть человек может показать эмоцию и еще заодно например составить рассказ которым будут участвовать эмоции и эти два слова нетерпение озадаченность вижу протест волнение радость испуг вина подозрение восхищение счастье благодарность недоумение раздражение бодрость выдавать еще про раздражение отдельно поговорим что относится к списку негативных эмоций все-таки до бодрость симпатия ну вот хорошие эмоции они не вызывают вопросов и не вызывают проблем правильно у людей жадность этот а жалость жалость до паника возмущение вот те эмоции которые волнуют людей и до жадность здесь тоже присутствует да застенчивость она у нас относится к каким эмоциям ну это как бы начальное если просто человек немножечко такой ну стеснительный застенчивый это проблемы не будет если она в гротести то уже надо с этим тоже работать верно эмоции они культурно обусловлены общественно обусловлены почему мы так используем негативные эмоции позитивные эмоции но что-то и общественно может порицаться порицание может быть что если ты выражаешь злость значит не плаваешь сюда какой-то плохой сегодня ты злишься а на самом деле злость это что показывает что наши границы нарушены почему-то либо мы чего-то хотим нам это надо нам это не дают но вот смотрите вот ситуация да человеку не получает то что он хочет либо границы нарушены он начинает злиться вот смотрите злоба приводит опять-таки заболевания и и много испытывать нельзя да тут все вот я пытаюсь понять поймать вот этот вот момент вот эту секунду как человеку в злость не впасть как раз правильно сказали начинается все с раздражения вот если я чувствую раздражение значит уже этот это есть значит вокруг какой-то раздражитель есть такая техника относится на письменным практикам когда вы выписываете на лист бумаги есть подсказки даже можно найти в интернете основные раздражители и вы их выписываете там может общий список будете 40 и 50 таких раздражителей что вот именно вас раздражает из всего вокруг в отношениях с людьми в отношениях там не знаю погоду все что угодно из-за этого огромного списка вы выбираете четыре раздражителя которые вот больше сам основные самые ваши основные и начинаете себе помогать что будет помощником моим если вдруг я встречусь с первым раздражителем и прям пишите 3-5 пунктов как вы можете помочь ну давайте возьмем ситуацию семья там много детей например да много шума могут родители либо бабушки раздражаться из того что есть шута человек пишет раздражителем шум и в противовес что его может гармонизировать и успокоить беруши в ушах например и либо это не может и беруши в ушах для каждого это свое второе там понимание что я живу в огромной большой семье с огромным количеством детей третье наверное мне нужно какой-нибудь уголок где я могу в этот ну спрятаться от этого шума раз это действительно является раз это попало в список четырех основных раздражителей да то есть что я еще могу сделать каждый человек выйти на улицу погулять правильно как вариант то есть тут тоже вот нет плохого и хорошего то есть противоядие всегда есть да и если вы не можете сами справиться то вы приглашаете источник этого раздражения например если вы вдруг выявили что вот действительно какой-то раздражитель попал такой он исходит от вашего супруга и вы прям вот ну рассказывайте искренно и с чувствами что-то ну понимаешь вот я стараюсь да я работаю над своим поведением я что-то делаю а вот получается что вот твоя какая-то реакция на мое поведение она такая вот что нам с этим делать как я могу себя вести чтобы там и тебя не выводить из себя и я сохранять сохранить могу главное не замалчивается проговаривать слух также свои тоже ощущение чувств быть конгруентным таким ну естественным и обычно ну человек скажет что надо превратить ситуацию например в какую-нибудь шутку добавить чувство юмора елена скажите пожалуйста что будет если не обращать внимание на свои эмоции и постоянно подавлять их и вытеснять вот накопление эмоций к чему это может привести если эмоции долгое время не выражается не проявляется она накапливается в теле и тогда просто вулкан из разных разных эмоций соседних групп эмоциональных собирается и мы видим либо ярость прямо открытый гнев до когда человек уже просто не может себя контролировать эмоции становится очень такой сильный до либо например если это эмоции тревожно фабического толка то это например уход там в тревогу в панические какие-то такие атаки то есть это вот именно происходит из-за того что мы не осознаем свои эмоции не можем определить где вот у нас в теле эти эмоции живут когда мы их проявляем да и не можем управлять вот ими хорошо там правильно выражать на бумагу выражать дата расскажите пожалуйста о механизмах психологической защите и сопротивление изменения вот здесь как вечером интересный момент мы вы правильно выговорить столько людей говорят рассказывают о том что да есть вот эти эмоции да вот я злюсь я гневный я чего-то там боюсь но на самом деле людям страшно из меня изменения какие-то наступает вообще такое сопротивление даже когда человек сам собой ведет какой-то вот дневник чувствует какой-то письменную практику он может замечать что прям вот забывают эпизоды даже когда вот он чувствует как какое-то чувство вообще не могу ничего вспомнить ни примера не помню ничего или задает ему вопрос ну вот нет то есть это какое-то вы знаете сопротивление изменениям все равно нам в нашем болоте так хорошо живется и мы не особо хотим меняться на самом деле то есть нужно самих себя еще мотивировать на эти изменения и их чтобы они в жизнь пришли совершенно давайте тогда придем перейдем дальше к нашим практическим занятиям расскажите пожалуйста да что это за банка технология с банка уже интересно это такая техника она применяется для людей которые часто волнуются беспокоиться и переживают и иногда даже они не рассказывают от другим людям да или не могут сказать могут поделиться тогда вручает банка беспокойств нужно выделить время прям можно по будильнику один раз в день заполнять эту банку мы рисуем такую банку вырезаем берем ручку ну да вот они прям заводим таймер на 15-20 минут и начинаем беспокоиться и либо проговариваем либо прям пишем что меня волнует за что я беспокоюсь я могу дано писать пожалуйста давайте попробуем то есть это надо делать каждый день утром до в любое время вот выбирайте когда вам удобнее и прям начинаете беспокоиться а одно беспокойство в день пишем нет вот 15-20 минут прям пишите и пишите и пишите прям много этих банок тогда сделать на каждый можно вырезать большую а4 или а3 то есть понятно делаем много таких баночек и здесь записываем из-за чего и там я волнуюсь тогда я я волнуюсь да не успеть сделать там то-то да второе там ну и по пунктам да вот так то будет вы грянда и заполняем такие баночки даже там и что с этими листиками делаем с этим листиком просто можете в сторону положить потом посмотреть и посмеяться что оказывается наше беспокойство наше беспокойство иногда они надуманы вот все страхи которые мы себе надумываем вот 95 процентов не исполняется представляете по статистике то есть мы переживаем зачастую необоснованно даже так нашего вы скажете получается с тем что мы это выписываем это как-то все равно получается это мы отреагируем отреагируем реагируем это тоже выходит нас внутри не находимся в этом все время беспокойстве ну выходит вот в эту баночку да совершенно верно и все и она уже там спрятана отлично консервируется да что мы еще можем делать мы еще можем работать интересно с нашими страхами с помощью отпечатков отпечатки страхов да да очень интересно так это набираем карты листочки да вот такого а4 штучек 6 нам потребуется любого размера кисточка любые краски можно масляные акварельные гуашевые можете взять и уберем вот такие краски какие удобно любые до взять водичку да намочить взять листочка 4 подумать о своем страхе который вас волнует этой ситуации которая которая это страх возникает и выбрать одну тире две три цвета краски которые вас ассоциируют с вашим страхом и нарисовать абсолютно абстрактную форму на листочке а4 ну вот приблизительно работаем вот так да выбираем краску да рисуем 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 то что просится здесь тоже нет чего-то правильного неправильного это все наши наши эмоции наши строки человек думает о каком-то страхе своем и его как бы прорисовывать выпускает его на бумагу в абстрактной форме доверяясь своему бессознательному ну например вот так я делаю как бы пострашнее я ни о чем сейчас не думаю ну вот делаю просто пострашнее но чтоб понять да то есть это может быть даже какая-то вот такая вот картинка на которой абстрактная да и быстро пока еще не высохла у нас краска мы делаем кладите мы делаем с нее отпечаток даже вот тогда да да это самое главное прям прижимаем вот он отпечаток страхов и быстрее пока не высохла мы делаем еще один отпечаток еще один отпечаток с отпечатка страха да да как интересно удивительная технология так и еще один а вот он отпечаток с отпечатками трава я кажется понимаю что вы чувствуете сейчас будет страх просто исчезает его нету видите от отпечатка отпечатку уже почти ничего не остается пока не останется для роста чисто белый лист бумаги и вот это да дальше конечно нужно проговаривать вот видите осталось буквально маленькая . мы берем уже 6 лист бумаги понимаю да и тут уже все страха нет просто его нету да да конечно дальше важно поговорить а вот на сегодняшний день вот вы рисовали страх вот какой из этих отпечаток соответствует вашему страху на сегодня человек отмечает там а потом тоже мы проговариваем обязательно а вот допустим вот если взять последний отпечаток вы хотели чтобы ваш страх он был вот такие вот так такого и такой же степени интенсивность человек говорит ну да я хочу а что это вам даст как это качество вашей жизни увеличить вы будете чувствовать себя более уверенно либо вы сможете заняться каким-то хобби либо вы наладите отношения с другими людьми человек да наверное да и добавляет что-то свое мы говорим но вот дорисуйте возьмите масляную пасти поставить то есть можно взялось на белой лист бумаги или предпоследний скажем там есть хотя бы что тогда это ну тут совсем маленькая . да и как-то дорисовать как можно дорисовать отпечаток страха чтобы было хорошо да вот это наш исходник страха да и отпечаток отпечатка отпечатка страха и мы вода рисуем переводим в какую-то позитивную позицию да ну например ну да с такими мыслями что мы с ним справились что мы нашли что-то может быть вот так на что мы нашли что-то в себе чтобы справиться вот например какая-то поддержку в окружающих например вот так даже идеально подходит вот так от платья то есть страх может вот так вот трансформироваться что-то такое хорошее можно даже радости решили добавить до желтый цвет радости наверно как-то вот так ой остатки красной краски зеленого короче я заметила что вам нравится рисовать вам хочется да очень варить очень люблю так зелененького разница есть было стало избавились от страха таким образом то есть эту технику вы можете применять самостоятельно елена огромнейшее спасибо я думаю что эта программа будет очень полезна для всех зрителей спасибо и для меня это прям меня это порадует с вами была программа качество жизни сохраняйте спокойствие и свое хорошее настроение до свидания это прекрасно а а Продолжение следует...